Я верю, что сегодня Бог будет что-то говорить каждому из вас. И это самая важная часть, чтобы мы открыли свое сердце и слушали, что Бог будет нам говорить. Я попросил бы сюда пастора Александра, пожалуйста, с Украины. Вы знаете, очень интересно, что это нас связывает вместе. Это не просто гость, а это когда я закончил реабилитацию и только начал служить, он наставлял меня, приезжал в центр, это почти 10 лет назад. И вы знаете, сердце мое радуется, что проходит время, все проходит, мы поднимаемся, мы служим, и теперь лишь можем только радоваться вместе, служить на Ниве Господней. Саша, пусть Бог благословит, я рад, что я имею такого брата-друга, благословение тебе послужить в церкви. Спасибо. Слава Господу. Слава Господу. Открытый. Я не просто буду проповедовать, цитировать места Писания. Я просто буду делиться тем, как Бог действует в моей жизни на протяжении вот уже 24 года. Слава Иисусу Христу. И честно сказать, у меня ваша церковь, вот я сейчас смотрю, каждый год я бываю здесь полтора года. Прошлый раз вас в половину меньше было, по-моему, а сейчас еще больше. И уже братский совет надо, я так сегодня посмотрел, новый стол добавлять, еще один. Слава нашему Господу. Идет процесс, идет движение. И еще знаете, что очень сильно вдохновляет. Вот только что выходило здесь, я не знаю, сколько было детей. Я хотел бы сказать, у вас детско-подростково-молодежная церковь. Слава Иисусу. И это так вдохновляет на самом деле. И я хотел бы спросить, вот здесь поднимите руку те люди, кому где-то 30-32 года. Поднимите, поднимите. А тут даже меньше все, представляете. И вот теперь представьте себе такую картину, вот кому 30-32, да. Вот представьте себе человека, которому 30 лет, 32, и он лежит вот там вот где-то под стеночкой в полупустой квартире. И у него уже он не разговаривает, он не ходит. У него опухшие ноги, 42 температура и выше. У него выпадает волос головы, осталось 6 зубов. Он еле дышит, еле дышит. Он умирает. Отец у него умер, мама отказалась. У него нету абсолютно никаких денег, чтобы там в больницу попасть, вылечиться. Это все. Позади 15 лет героиновой зависимости. Рядом только жена, такая самая, как он. И никто вокруг даже не заинтересован, чтобы он жил дальше. Никто. Это все. Это просто все. Это был я. Я зачитаю одно место в Писании. Это деяние. Деяние. Первая глава. Первая глава. Шестого стиха. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи, и Самарии, и даже до края земли. Сказал Иисус Христос. Вы примете силу. Как важно сегодня всем нам иметь эту силу. Скажи аминь. Как это важно. Можно называться христианином, быть почетным членом церкви, не знаю, кем еще, но если у тебя не будет силы, кто ты и что ты. Это просто название. Нам нужна сила. И первый раз я столкнулся с Божьей силой, когда вот так я лежал под стеночкой, не зная Его. Моя жизнь не произошла так же, как, помните, царь Давид говорит, и в тесноте моей я воззвал к Господу. И Он услышал меня. Вот лежа вот так и умирая, с последних сил, как крик души, я просто начал вопить внутренне. Господь, если ты есть, исцели меня. Если ты есть, дай мне смысл жизни. Помоги мне. И я пережил Божью силу. Слава Ему. Та опухоль, которая была в паху, потому что последних 4 года я кололся в паховой вены, у меня было заражение. Она вошла внутрь и в течение месяца подымалась здесь и вышла через шею. И это сделал Бог и Его сила. Слава Иисусу Христу. И это было только начало в моей жизни. Через недели 3 с палочкой я прибежал в молитвенный дом, потому что чудо произошло, исцеление пришло, но свободы не было от наркотика. И я слышал в церкви, Бог освобождает. И я прибежал туда. И была молитвенная пятница, и я вышел, как сегодня, и сказал, послушайте, я устал так жить. Я хочу свободы, я хочу мира, я хочу покоя, я просто хочу жить. Помолитесь за меня, пожалуйста. И когда церковь, там 500 человек, они совершили такую горячую, искреннюю молитву, я открыл глаза и полцеркви плакала. И я думал, кто я такой, что они так молятся обо мне? Кто я такой? И это короткая молитва, горячая молитва. В те времена говорили плачущие пятидесятники. Не потому, что они плакали от горя, они плакали от радости, от прикосновения Духа Святого, от Его силы. И эта короткая молитва дала мне полную свободу, я знаю себя. Слава Богу за церковь! Церковь, у нас с вами есть сила. Скажи аминь. Мы забываем часто об этом. Я вышел, мысли приходили у колоца, я говорю, я не буду. И я не кололся. Аллилуйя. В прошлом году в Чикаго пожилые верующие с детства подошли и говорят, а правда, что бывших не бывает. Говорю, послушайте, даже мысль никогда не приходила после того. Даже мысль никогда. Когда приходит Божья сила. Поэтому ты и я, мы нуждаемся в Божьей силе. И это было только начало. Мы начали взывать. Я начал взывать. И через неделю мама прибежала и покаялась. Увидел такие перемены. В прошлом году она ушла в вечность. И было 83 верующим человеком. Я начал взывать, и через два месяца жена прибежала, упала, покаялась вместе с дочерью. Моя жена 20 лет употребляла наркотики. Первый раз укололась 12 лет. Папа был алкоголик, семья неблагополучная. Но Бог дал покаяние и освободил ее. Слава Иисусу Христу. Вы примите силу и будете моими свидетелями. Через два года теща покаялась и уверовала. Слава Иисусу. И как-то с первых дней мы с женой, потому что пастор, добрый пастор, я благодарю за доброго пастора. Это Владимир Лощук, который сейчас епископ в церкви Вифании. Он предложил попаститься нам. И я взял пост на три дня. Я не мог оставить курение. Я курил 20 лет, и я не мыслил без сигарет себя. А моя жена больше 20 лет курила. Я говорю, давайте пост возьмем. Я взял на три дня. Он помолился, я ночью проснулся, совесть мучает меня. Ах ты такой, сякой. Приняли, кормят, молятся. Ты ходишь, куришь поза углами. Я вышел, выкурил пол сигареты, выбросил, и свобода пришла. Слава Иисусу. Нам нужна сила. И мы начали поститься и молиться, поститься и молиться. Взывать. И так больше 20 лет. И я отдельно хочу сказать. Почему я рад здесь быть, и вы такие молодые. И будете мне свидетелями. Когда Бог сделал такие вещи в моей жизни, я не мог молчать. Я не мог молчать. И я молился. Господь, я посвящаю свою жизнь преступникам, наркоманам и алкоголикам. Я буду им свидетельствовать. Я буду им проповедовать. Я буду их приглашать в молитвенный дом. И я так и делал. Я так и делал. И уже 20, 24 года вокруг меня преступники, наркоманы и алкоголики. И на Украине, и здесь. Я ж так просил. Бог так и сделал. Слава Ему. И вы знаете, когда я так молился, моя жена, у которой было 24 болезни по медицинской карточке. Она всю жизнь умирала. Разрушены все внутренние органы. Представьте, она в это время тихонько, она верила в силу Божью. Она молилась, Господь, дай нам ребенка. И в 40 лет она родила прекрасного сына. Мы назвали его Дарий. Он выше меня на полголовы. В марте месяце было 16 лет. И это Божья сила. Слава Иисусу Христу. Наш Бог велик. Наш Бог сильный Бог. А мне Бог вложил это желание быть Его свидетелем. И я везде, где только мог. Куда я не приходил, я говорил, есть Бог, который спасает. И был первый центр реабилитации. Второй центр реабилитации. И вот третьему, 9 июня, будет уже 17 лет. И Господь дал целый хутор. И первый домик мы купили за 50 долларов на ваши деньги. И потом второй, третий, пятый, десятый. И выкупили весь хутор, 17 домов. И мы там сами. И я там живу, я там прописан. Постоянно с ними, они со мною. И в сентябре месяце мы сыграли 38-ю свадьбу. Слава Иисусу Христу. Рождаются дети. Спасаются. И я хочу еще сказать о свидетельстве. И когда я так свидетельствовал, я в городе прошел 56 учебных заведений, колледжей, куда меня приглашали. И я свидетельствовал о Господе. И так это длится по сегодняшний день. Я несколько раз был в миссионерских поездках от Сыктывкара до Воркуты, где я свидетельствовал. Я был в Польше. Польшу проехал, где я свидетельствовал. Везде Бог открывает двери, когда твое сердце открыто для Него. В Америке я посетил больше 300 церквей. 350, по-моему. Я уже 12-й раз здесь. Больше 300 городов, десятки штатов. И это делает Бог. Потому что сердце открыто для того, чтобы быть Его свидетелем. И в прошлом году, вы знаете, многим верующим с детства, пастырям, родственники здесь не открывают визу. Я одну визу отлетал, пятилетнюю. Потом вторую открыли, отлетал ее. И вот в прошлом году закончилась вторая. И меня вызывают туда на собеседование. Я приехал туда. Офицеры, окошко, капелланов не пустили сюда наших почему-то. И он спрашивает, а ты что туда едешь? Цель поездки. Я говорю, как и что? Я проповедую Ивановну. Я живу, говорю, в центрах. Проповедую там наркоманам, преступникам, пьющим всяким разным, алкоголикам. Он говорит, а разве за это в Библии написано? Не, ну, говорю, за наркоманов не написано. За остальных все написано. Он говорит, а что ты им проповедуешь? Ну, как что? Ну, Ивановну я проповедую. Ну, что конкретно ты им проповедуешь? Вот, думаю, пристал. Ну, офицер этот, американец, по-русски говорит. Ну, говорю, Иван, ну, что конкретно? Говорю, ибо так возлюбил Бог мир. Он говорит, так это местописание весь мир знает. Ну, я ему насыпал мест пять-шесть. Он говорит, ну, поздравляю, на десять лет тебе еще открыто. И это тоже Бог. Слава Иисусу Христу. Когда твое и мое сердце, оно открыто. И я последнее чудо расскажу, что делает Бог. И мы помолимся и поблагодарим Его. Пять лет назад или шесть, он, Сергей знает, Бог вложил сердце, там на хуторе построить дом, поставим молитвы. Но я занимаюсь уже 20 лет только людьми, не бизнесом. Нам на центре реабилитации 30% не хватает всегда. Хотя мы там пашем, работаем, садим все. И приходится ходить в церкви. Ну, пришло такое желание. Дом поставим молитвы. Потому что то, что мы имеем, очень захотелось, чтобы люди пережили, попробовали, испытали. Потому что пост – это сила. Три года назад мы моей жене сделали полный анализ внутренних органов. Заключение врачей. Все в полной норме, а почки, как у 20-летней. Слава Иисусу! И это Божья сила! Мне 50, в июле 55 лет. Последние 20 лет я не знаю, что такое таблетки, я никогда их не пью. Я не знаю, что такое болезни, я никогда ничем не болею. И это Божья сила! Слава Иисусу! И вот захотелось такой дома, денег нету. И я молился, просил, постился. И расскажу чудо. И в прошлом году я был тут в одной церкви. И была молитвенная. Я так просил Бога, Боже, сделай чудо! И после служения подходят там два человека, одно волосы длинные, они на верующих не похожи. Думал, уже проблемы там с наркотиком. Говорю, вы что-то хотели? Ну да, мы слышали, ты там дом поста хочешь? Ну да, хочу. А сколько денег надо, говорит? Я говорю, ну я насобирал тут на эту нужду четыре. А я не строитель, говорю, ну, наверное, десять хватит. Говорит, хорошо, я дам тебе шесть тысяч. Я говорю, спасибо. Я возьму. Я взял. И мы начали строить. Я до сих пор не знаю, кто они. Я говорю, я что-то не видел в этой церкви, я тут четвертый раз. Говорит, а мы иногда заходим там. А куда вы ходите? Да, в американские. Не знаю. Но мы начали строить. И три месяца назад построили. Слава Иисусу! Это большой двухэтажный деревянный дом. Семь комнат на четырнадцать человек. Со всеми удобствами. И уже сейчас вторая команда заехала, чтобы попаститься перед Богом. Чтобы от Бога получить исцеление. Чтобы от Бога получить откровение. Чтобы от Бога получить направление в жизни. И силу получить от Него. Наш Бог, живой Бог. И я вам хочу одну вещь сказать. Давайте теперь вернемся. Вернемся. В Уте 32. Где я лежал в труп. И что сделал Бог? Лично в моей жизни. А теперь посмотрите на себя. Сколько у вас здесь молодых. И представьте, что может Бог сделать в вашей жизни. Ну, стань Его свидетелем. Стань Его свидетелем. Не переживай ни за что. Бог не оставит. Бог не покинет. Стань. И Он наполнит тебя. Последнее место и заканчиваю. Сильное место. Когда-то был в посте. Бог открыл. Я же здесь говорил. Но просто в этом дне хочу напомнить. Знаете, можно всю жизнь приходить в церковь. Можно называться членом церкви. Братский совет. Можно даже пастором приходить. И всю жизнь просто благодарить Его. Какой Бог хороший. Как Он любит. Как Он заботится. Сколько Он тебе дал. Сколько Он тебе хранил. И на этом все. Дацит. Я правильно сказал? И все. Вот как бы. Пол Иванлия. Спасибо. Да. Это молитва эгоиста называется. Но есть дальше. Это Он для нас. А что я для Него? Вот вопрос. И когда у тебя не будет для Него. Пройдет время. Год, два, три, четыре. И ты будешь говорить в церкви. Пищи нет. Все надоело. Пойду в другую. Там будешь искать пищу. И там нету. И там нету. Знаете почему? Потому что пища моя есть творить волю пославшего меня. Вот где пища. Пища. Когда ты будешь творить Его волю. Сам Дух Святой будет давать тебе пищу. И вот есть место Писания. Второе Коринфянам. Шестая глава. Шестнадцатого стиха. Какая совместность храма Божия с идолами. Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог. Селюсь с них. И буду ходить в них. И буду их Богом. И они будут моим народом. И как-то в посте пришел вопрос. Боже, а зачем тебе во мне ходить? Спроси себя сегодня. Дух Святой у нас внутри. Поднимите руку. В кого он там. Спроси. Что он там делает? Спроси. А что ты там делаешь? Там 24 часа в сутки. Господь. Ай, не знаем, да? У нас своя жизнь. А у него какая-то своя. Но он сказал, вселюсь и буду ходить. У него есть цель. Жить в тебе и во мне. Он хочет твоими и моими глазами видеть чужую боль, проблему, разруху, где рушится семья, наркомания, алкоголизм. Он хочет это видеть. Твоими и моими ногами он хочет туда прийти. И принести туда и ванную жизнь. И помолиться за кого-то. И обнять кого-то. Твоими и моими руками. Кому-то что-то дать. И когда я так живу, верю и поступаю, у меня есть сила Божия. Потому что я лично соприкасаюсь с победой, с горем, с проблемой. Я соприкасаюсь. И вся моя душа. И я внутри себя переживаю Иисуса Христа, который это делал две тысячи лет назад. Внутри себя я переживаю апостолов, которые так поступали две тысячи лет назад. И я всегда живой. Вот где секрет силы Божьей. Будешь так верить, будешь так жить и поступать, ты никогда не станешь сухим. Скажи аминь. И у тебя всегда будет пища. Поэтому вы меня вдохновляете. Вас так много. Если Бог через одного сколько сделал, да? Меня никто никуда не ставил никогда. Вот это служение или это служение. Все, что сегодня есть, это сделал Бог. Духом Святым. Поэтому пусть Бог благословит вас всех. Вашу церковь. Вы такие молодые. Сколько впереди у вас. Бог так много может сделать. Весь мир перед вами. Аминь. Давайте поблагодарим Его. Бог так много. Во.